Итак, мы перешли к следующей части, 12.3. Немного поговорим об этике анализ данных. Друзья, например, психологи, социологи, когда учатся в университете, у них очень важные есть курсы, в которых изучают вопросы, касающиеся этики. Потому что принимая те или иные решения, проводя те или иные эксперименты, можно навредить. И этические вопросы очень-очень важны, в том числе и для врачей, и для многих специалистов. Мы с вами вкратце обсудим этику анализа данных. Совсем-совсем вкратце. Смотрите, друзья, данные, большие данные. Это большие возможности, конечно. Можно разработать модель, которая может помочь людям в здравоохранении, в жизни, в больнице, на войне, где угодно. Но также, друзья, это большая ответственность. Предлагая модель, которую потом будут использовать для принятия решений, вы должны осознавать, что ваша модель может не только помочь, но может и навредить. Если это ваша модель, вы разработали модель для больницы, она должна рекомендовать, кому пересадить почку. Если ваша модель будет неправильно рекомендовать, кому пересадить почку, например, она будет одну какую-то категорию людей игнорировать, то те люди, которым, может быть, почка полагалась, ее не получат, и в итоге они могут погибнуть. Их качество жизни может ухудшиться. Соответственно, надо понимать, что это не просто запустить модель, опять же, смотря в каком контексте. Но если это в какой-то контекст важный, ошибки могут очень-очень дорого стоить. Это ошибки, если просто человек ошибся. А могут быть случаи, друзья, кто кто-то специально так выбирает модель, чтобы она на какой-то там класс населения давала не тот результат. Конечно, это очень неэтично, это вообще, возможно, противозаконно, его закона, но тем не менее, если кто-то хочет что-то нарушить, и ему никто не помешает, он, возможно, сможет это сделать. Соответственно, друзья, большие данные, вообще, работа с данными может не только помочь, но и навредить. Очень важно это осознавать. Ну, вот еще один предикт. Есть еще один пример, если ваша модель решает, кому дать кредит. Если существует какую-то часть населения, которой вы никогда кредит не дадите, возможно, вы тем самым будете дискриминировать эту группу населения. Допустим, ваша модель придет к выводу, что не надо давать кредит, не знаю, там, женщина с 40 до 50 лет, по каким-то математическим даже причинам. Тем самым, эта группа никогда не получит кредит, и это может привести к каким-то дискриминациям, к каким-то ухудшениям в обществе. Поэтому, на самом деле, все не так уж и просто. Соответственно, аналитик данных должен быть в идеале, мы говорим об идеальном мире, но, тем не менее, он должен быть честным. То есть он должен понимать, что его работа – это работа честного человека, иначе все может пойти не так, как оно должно работать. Математика может не помочь защититься от нечестного аналитика. Соответственно, аналитик данных, вы ученый-программист. Друзья, это важно понимать. Это проводник, это мост между миром данных, чисел и таблиц и теми людьми, кто принимает решения. Вы, если вы будете этой областью заниматься, вы тот мост, тот проводник, тот переводчик из одного мира в другой. И, соответственно, если вы сделаете перевод неправильный, если этот мост ваш будет шаткий, то может получиться практически любая вещь, в том числе плохая. Если проводник плохой, то результат может быть ужас. Вот несколько примеров, когда аналитик может навредить специально или случайно. Смотрите, аналитик данных работает с данными. Мы видели основные этапы работы с данными. Подготовка данных, выбор моделей, тестирование, проверка качества. В итоге аналитик данных выбирает, о каких результатах сообщить, а каких нет. Если человек будет недобросовестный, он может из всего множества результатов, которые он получил, убрать важные результаты для общества, но не важные для него, а оставить в отчете только важные для него результаты, и менее важные для общества. Тем самым он исказит всю картину. И, соответственно, цена этого может быть очень-очень высока. Кроме того, опять же, часто бывает, и это рекомендуется, разумеется, избегать, возможно, что начальник давит на аналитика и требует от него определенных результатов. И этого тоже надо стараться избегать, потому что начальник давит, начальник не всегда хочет то, что его интересы не всегда согласуются с интересами науки или с интересами правды. Поэтому есть такая тоже проблема. Некоторые используют визуализацию, чтобы скрыть ненужный результат. То есть визуализация тоже помогает скрыть результаты. Можно график… У нас с вами был пример. Можно изобразить график вот так, и видно, что есть разница между двумя наблюдениями. А можно взять и обрезать этот график. У меня сейчас не очень нравится, как учредил будет выглядеть вот так. Из-за того, что мы отрезали низ. Соответственно, одни и те же данные могут выглядеть по-разному. И если кто-то очень захочет обмануть общественность или начальство, недобропорядочный человек, в принципе, сделать это может. Защититься будет очень-очень тяжело. У разных моделей, мы с вами видели, есть свои преимущества и недостатки. Аналитик знает про преимущества и недостатки этих моделей, когда ограничения используются этих моделей. И он про них указывает в отчете, если это важно. А нечестно, человек скроет это, он не скажет, что, возможно, эта модель не подходит, потому что недостаточно данных. Просто это скроет, и, соответственно, результаты могут быть не совсем те, которые соответствуют действительности. Иногда, друзья, когда проводят аналитику данных, те, кто заказывает исследование, они знают свой результат, они знают свою цель, то, что они хотят. Например, анализ того, кто победит. Если заказывает конкретная партия, они знают, что они хотят получить. Иногда хотят повлиять с помощью аналитики данных на общественное мнение. И тогда могут попытаться продавить, надавить на аналитика, чтобы он подогнал результаты под то, что нужно. Опять же, этого нужно избегать. Прозрачность и воспроизводимость. Часто, если данные в открытом доступе, то это считается хорошо. Это значит, что ваши исследования могут перепроверить, вдруг были ошибки. Но вы понимаете, что большинство, многие данные не могут быть в открытом доступе. Какие-то данные могут, а какие-то не могут. Если речь идет о службе разведки, о работе полиции, возможно, о какой-то закрытой медицинской информации, часто такая информация в открытом доступе не лежит. Иногда пытаются из данных убрать всю чувствительную информацию, всю информацию, которая позволяет идентифицировать людей и выложить в открытый доступ. Но это не всегда. И, соответственно, если данные закрыты или секретные, то очень тяжело перепроверить. Друзья, человек пошел, он опубликовал статью, о закрытых данных, а тяжело, нельзя проверить, насколько он обманывает или нет. Написал алгоритмы, результаты, графики. А так как у вас нет доступа к данным, вообще тяжело проверить его исследование. Это проблема. Но не всегда можно выложить данные в открытый доступ. Ошибки и искажения в данных. Ошибки в данных могут быть по отношению к какой-то группе лиц. Если есть ошибки в данных по отношению к группе лиц, эти данные, ошибки могут перейти в модель. И модель, которая будет предсказывать, она будет учитывать ошибки по отношению к какой-то группе лиц. И в результате эта группа лиц будет испытывать дискриминацию. В результате тоже желательно пытаться бороться с такими ошибками и стараться, чтобы их не было. В данном случае речь идет о ошибке в петле обратной связи. Это тот пример, что я вам рассказывал. Допустим, у вас в данных были ошибки про какую-то группу населения, и вы не дали им кредит. Эта группа населения не получила кредит и стала вести себя еще хуже, потому что у них нет денег. К вам пришли новые данные про эту группу населения, что она еще хуже себя ведет, и вы опять им не дали кредит. Ситуация этой группы стала еще хуже. Данные о том, что они еще хуже себя ведут, опять пришла к вам, и получается замкнутая такая петля, изначально ошибки в какой-то группе, они уже никогда не вырвутся из этой петли, никогда не получат кредит или вообще счет им закроют. Таких ошибок тоже желательно, конечно, избегать. Конфиденциальность и защита данных. Опять же, если вы будете работать в фирме или работать с какими-то чувствительными данными, данные надо защищать. И все данные можно хранить дома на компьютере, некоторые данные требуют определенной защиты. Иногда данные пытаются анонимизировать, взять данные и удалить из них всю информацию, касаемую адреса человека, номера паспорта и так далее. Но вы знаете, друзья, очень сложно полностью анонимизировать данные, сделать их анонимными. Например, если вы возьмете данные о нью-йоркских такси, которые у нас были на одном из уроков, то они как бы анонимные. Там не написано, там нет фамилии, имен, адресов и так далее. Адреса там есть, но нет фамилии, имен. Но если посмотреть, кто откуда ездит, а потом подойти к этому дому и посмотреть, кто там живет, то теоретически можно понять, кто откуда и куда ездит. То есть, если кто-то очень-очень захочет, у него будут возможности использовать как бы анонимные данные, он может из них извлечь неанонимную информацию. Очень тяжело сделать данные полностью анонимными. Понимаете? То есть, анонимные данные – это тоже достаточно сложная задача. Существует так называемый кодекс аналитика. Есть много кодексов аналитика. Если вы хотите, можете почитать для себя. И есть такая книга, которую я вам порекламирую. Называется «AI-этика искусственного интеллекта». Может помочь вам. Эта книжка стоит 10 долларов, 44 шекеля. Написана голосом бесплатно. Не знаю, что это значит. Возможно, можно ее прослушать бесплатно. Да, спасибо, Сергей, за комментарии. Хорошо, друзья. Есть ли вопросы по этике анализу данных? Продолжение следует... Продолжение следует...